Возникновение музыкального и вообще изобразительного, вообще искусства, оно вообще теряется во мраке времен. Вообще стремление к каким-то, скажем, мелодичным звукам, оно есть вообще на самом деле не только у человека. Ну, птицы, там, всем известно, как они поют замечательно, правда, далеко не все птицы учатся на самом деле петь. Например, кукушка банальная, там, как бы, ей не у кого учиться куковать, хотя у нее там песни не шибко богаты, но петухи, например, они не учатся, они врожденные музыкальные, как бы, способности. Другие, правда, птицы учатся. Такое стремление, как бы, к музыке известно у многих животных в таком более разном виде. Например, там, вот тоже пришлино описан, там, медведь, который бренькал какой-то щепкой на пне и, в принципе, делал это как бы из-за того, что ему хотелось это делать, потому что ему это нравилось. То есть, фактически, это музыка вполне в таком человеческом понимании, потому что он это делал не для того, чтобы, там, достать муравьев, там, каких-нибудь из этого пня, там, а потому что ему нравилось звучание, потому что его это заинтересовало. Вот эти начатки такой музыкальной культуры у человека, они должны восходить к очень глубоким каким-то временам, далеким от нас. И, вероятно, их надо искать даже не у людей, а у каких-то далеких предков людей на уровне еще, там, обезьян. Хотя, современные, скажем, шимпанзе в природе никакой музыки, в общем, не имеют. Вот, хотя всем известно, что животные реагируют на музыку, и, там, любую собаку, кошку, слона, там, гориллу, если посадить перед музыкальным аппаратом, что-то ей понравится, что-то ей не понравится, она будет как-то вполне целенаправленно реагировать на разную музыку, как-то иногда ей подпевать, ну, например, с собаками, наверное, всем известно. Музыкальное искусство в настоящее время наиболее древнее, известно из Европы, и представлено несколькими находками. Совсем недавно найдена, пару лет назад, дудочка в Германии, такая узкая, флейта, из кости, птицы, с множеством дырочек. Причем замечательно, что эта дудочка фактически может использоваться сейчас, то есть она вполне как бы работоспособная. Затировка около 35 тысяч лет назад. Более эффектные находки сделаны в Межерече на Украине, это еще старые раскопки, на самом деле, где были найдены кости мамонтов с какими-то росписями в виде таких извилистых линий, параллельных полосок и так далее. Ну, вначале археологи, когда нашли эти кости, очень порадовались, конечно, что вот такие росписи, но потом присмотрелись, обнаружили на этих костях следы ударов. Причем как бы непонятно было, зачем стучать по, скажем, нижней челюсти, или там у лопатки мамонта, или тазовой кости. Но потом, когда археологи просто из любопытства по этим же местам постучали, костью другой, то обнаружилось, что кости звучат, потому что внутри них есть полости, и фактически это музыкальный ансамбль такой полноценный, еще к тому же и раскрашенный, очень красивым таким охотным цветом, красноватым. И более того, археологи, собственно, восстановили гамму этого звучания, и более того, продаются даже диски как бы музыки каменного века. Мелодия там взята сугубо с потолка, но сами звуки, они настоящие, оригинальные. То есть фактически можно услышать то, что слышали наши предки, вот в виде этой дудочки из Германии и этого музыкального ансамбля с Украины. И вот это музыкальное искусство восходит фактически к тому же времени, когда возникает наш вид человека в таком уформленном состоянии, когда мы можем его наблюдать. Хотя не исключено, что и более древние люди чем-то таким пользовались, но установить, стучали они по каким-то брюням или нет, весьма проблематично, конечно. Ну, жизнь правобытного человека была нелегка. То есть с нашей позиции может казаться, что тогда был золотой век, мамонты непуганные ходили большими стадами, вообще как-то жилось очень здорово. Но если посмотреть, сколько эти люди жили, а жили они в среднем лет 30, как бы жизнь у них вообще была достаточно тяжелая. Если учесть, что в 60 километрах от Москвы лежал ледник, то как бы, ну, и средняя температура годовая там под минус 60 иногда была, то жизнь была вообще нелегкая, мягко говоря. И может быть, как бы, напевы их, на дудочках, как бы, были не шибко веселые, а может быть, они их жизнь как-то скрашивали на самом деле. Вот. Но если, как бы, говорить серьезно, то истоки музыки теряются в тумане времен. Вот. Хотя примеры, ну, и вообще искусство теряется во мраке времен, но примеры этого искусства мы можем находить. Субтитры создавал DimaTorzok